В кабинете заместителя главы администрации, курирующего деятельность в сфере здравоохранения Исмаила Дадаева, состоялась встреча главного эксперта-эпидемиолога Республики Дагестан Муслимат Гасановой с заместителем имама центральной мечети Камильгиреем Салгиреевым и главным врачом центральной городской больницы Алжанат Гаджиевой. Главной темой обсуждения стала вакцинация населения, отказ многих родителей от какого-либо вида прививок, ссылаясь на религиозные убеждения и негативные последствия. Первым комментариями по данному вопросу поделился Камильгиреем Салгиреев. В религии сказано, в каждой области, например, медицина нам говорит ученым, обращайтесь к медикам. Их заключение является религиозным заключением, потому что медицина, это же не специализация в медицине, поэтому не может быть, если кто-то аргументирует, что в медицине нет этого. Другое дело, если какой-то непроверенный препарат, о котором нет еще заключения медиков, тогда человек может отказаться. В продолжении встречи мыслемат Гасанова рассказала о том, что любая вакцина закупается и транспортируются в медицинские учреждения с соблюдением определенных условий хранения и перевозки. Также эксперт-эпидемиолог Гасанова отметила, что с каждым годом в республике возрастает число отказавшихся от прививок. Распространение и увеличение числа инфекционных заболеваний, как корь, паратит, желтуха, в дальнейшем может послужить причиной эпидемии населения. Охват вакцинации определяется в соответствии пока этой возрастной группе. Охват вакцинации, рекомендация возить, 95% не ниже. Но мы боимся, что за этот год этот охват будет ниже 95%. Если 95% охват вакцинации, это создается та прослойка иммунная. Если даже есть инфекция, вот эти, если один где-то заболеет, вот эта вся тысяча человек будут привитые, два человека будут не привитые, оно не может, данное распространение исключается при хорошей иммунной прослойке. А если этот показатель больше 5%, то распространение имеет место. По завершению встречи присутствующими было принято решение провести разъяснительную работу с населением города о том, что тенденция отрицательного отношения к прививкам без каких-либо противопоказаний врачей является необоснованным. Муслимат Гасанова подчеркнула, что прежде чем проводить вакцинацию, необходимо провести полный осмотр ребенка на аллергическую реакцию, показания и противопоказания, и только потом принимать решение, прививать или нет. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.